Всем привет! Вы на канале Ли Спайн Клаб. Меня зовут Ольга и я рассказываю вам, где, кем и сколько зарабатывают наши люди в Испании. Сегодня я вас познакомлю с Юлей, владелицей салона красоты. Мы узнаем у нее, как подобрать мастеров, как их всех организовать в работе и как всех клиентов оставлять довольными. Пойдемте! Здравствуйте, Юля! Олечка, здравствуйте! Рада видеть вас. У вас сейчас совершенно новый салон. Мы когда-то с вами виделись в вашем старом месте. Хотелось бы вначале расспросить вас о том, как вообще вы начинали свою деятельность в сфере красоты здесь, в Испании. Неожиданно. Это получилось случайно, когда произошел кризис, который был 12 лет назад. То есть, когда мы сюда приехали с семьей в Испанию, я не планировала, что я буду работать, что у меня будет какой-то бизнес. Мы сюда приехали уже отдыхать и занимались недвижимостью. Потому что в России, в Питере были туристические фирмы, и бизнес был направлен на то, что это будет продажа недвижимости. Но когда случился этот кризис, все стало с головы на ноги. То есть, я не говорю с ног на голову. А сейчас, уже по прошествии всего этого времени, я говорю, что с головы на ноги. Потому что нужно было что-то делать. И я просто чисто случайно вспомнила, что когда-то в молодости я работала в салоне, и я делала маникюр. И на тот момент это было очень актуально. Когда я сказала девочкам, что я буду делать маникюр, все очень обрадовались. И сказали, давай, быстрее. Всего лишь здесь, на побережье, было, ну, может быть, мастер-2, которые могли делать эту услугу качественно и хорошо. Вот. И на тот момент в доме, который был большой, трехэтажный, на первом этаже я оборудовала салон, поставила кресло массажное, которое было в тот момент куплено, уже было, да. И всем сказал, что я делаю маникюр. Буквально где-то через неделю у меня уже была запись, расписанная на неделю вперед. То есть та профессия, которую я вообще забыла, и с момента последнего дня работы в салоне прошло 15 лет, но если ты профессионал, это останется у тебя навсегда, независимо от первого. И как-то я почувствовала себя вот именно на своем месте. То есть у меня в России было много бизнеса, много всяких занятий, магазины, туризм опять тот же, да. Но вот когда я стала заниматься именно на бьюте, я поняла, что это я. Хорошо. То есть получается, вы, как и многие, начали с работы мастером на дому, да, то есть к вам приходили, вы делали маникюр. И потом у вас уже появился салон, который такой закрытого типа салон в урбанизации, куда просто так было не попасть. Да. Вот. Скажите, пожалуйста, что это был за салон? Кто там обслуживался? И он уже просуществовал достаточно длительное время. Десять лет. Десять лет. Почему вообще была выбрана вот эта закрытость? Не только это квартира, но вообще так. Ну, наверное, закрытие, потому что, во-первых, это квартира, во-вторых, не было востребованности вот именно вот в открытом салоне, что это улица. Потому что все клиенты были русскоговорящие. Платить такую большую аренду за такое помещение, если ты переезжаешь в такое помещение, это априори уже нужен серьезный ремонт, серьезное вложение, да. В квартиру тоже вложение немаленькое, чтобы ее переоборудовать так, чтобы вот клиент приходил, и он не чувствовал себя, что он попал в квартиру. Он почувствовал, что он попал в салон. В салон с кабинетной системой, да. Там тоже вложение немаленькое, но значительно меньше, чем здесь. То есть, опять же, это все так сложилось, что когда пришлось съехать вот с того дома, где мы жили, да, нужно было съезжать куда-то. И сняли квартиру, то есть это было бунгало, и я начала работать просто, как многие мастера сейчас, мастера маникюра, работают у себя дома, имея семью, детей, снимая комнату. Я думаю, что зрителям это будет интересно, которые хотят сюда переехать, и которые имеют профессию в бьюти-сфере, там, мастер маникюра. Здесь 99% так начинают. Да, 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 но здесь таких много на побережье, которые работают дома. То есть пока у меня ребенок в садике, я вот записываю запись, у меня в квартире есть комната, да, где я принимаю клиентов. Клиенты, опять же, они как на уровне подружек, которые могут прийти к тебе домой. Мы соскучились пообщаться, сделать маникюр, и, в общем, когда ребенок с садика забирается, дома начинается нормальная семейная жизнь, но у этого мастера есть как бы заработок. Это все возможно, но здесь очень-очень много «но». То есть все равно вы работаете нелегально, все равно у вас нет лицензий, там не одна лицензия, там их несколько, все равно у вас нет страховки. То есть если вдруг что-то случается, ответственность все равно остается на этом человеке, даже если он работает дома. То есть все равно это риски, это вариант, но он остается под рисками. То есть вы так 10 лет рисковали? Нет. Это я рассказываю про то, что когда я работала одна, так же вот начинала, то есть мы уехали в квартиру, у меня была оборудована большая комната, бот-салон, но я жила со своим ребенком, которым водила в садик, вечером его забирала, и, как я говорю, жила обычной семейной жизнью уже вечерами, а днем у меня был салон в этой квартире. И буквально через год я уже поняла, что нужна команда, нужен какой-то еще специалист, который будет тебе помогать, который востребован также будет у твоих клиентов, и нужно уже отдельное помещение, то есть отдельная квартира. Вот тогда это уже была снята квартира, вот тогда уже пошел ремонт, тогда это уже был салон закрытого типа. Кстати, как создавалась команда? Где вы искали мастеров? Легко ли их было найти? Все-таки это был такой давноватый период, скажем так, мастеров здесь было не так много. Как все было? Наверное, это самый актуальный момент в бизнесе, если работать в команде, найти хорошего мастера. Во-первых, это должен быть специалист, который соответствует тому уровню, потому что салон, который у нас был в закрытой квартире, он был направлен на клиентов, которые в России либо Украине, русскоговорящие клиенты, которые привыкли обслуживаться в хороших салонах, где высокий сервис, где хорошее качество. И вот в нашем салоне мы предоставляли им вот это то, что у них было в России, здесь, в Испании. Потому что в Испании здесь отношение к бьюти-услугам, оно совсем другое. И поэтому те мастера, которые русскоговорящие хотели также работать в команде, было такое предложение. И если человек совпадал с твоим мировоззрением, с твоим подходом к работе, подходом к клиентам, потому что помимо профессионализма это должна быть еще и адекватность, и ответственность, то тогда да, мы начинали пробовать. То есть у нас получается, у этого профессионала есть свой кабинет оборудованный. Если все хорошо, наши отношения окей, отношения с клиентами окей, запись у него набирается и работа идет, то это продолжается. Если я правильно помню, вы так прям очень сильно заморачивались, потому что когда я к вам приезжала, говорили о том, что даже кабинеты со специальной шумоизоляцией, чтобы клиент полностью расслабиться, было не слышно, что происходит в соседних помещениях. То есть мне кажется, если это рассказывать испанцам, то у них бы просто волосы дыбом встали, они бы сказали, зачем, это же вообще. А у вас именно на то, чтобы клиент пришел не только получить качественные услуги, но и какой-то вот эффект расслабления, удовлетворения, все было под это заточено. Ну и люди к вам ходили непростые. И как вот шла работа? То есть команда сформировалась, и она с вами по сей день либо текучка кадров, либо люди не срабатывались? Ну, были разные моменты за эти 10 лет. Есть кто-то, кто перешел сюда? Да, есть. Наш косметолог, она с нами уже 6 лет. И я думаю, что мы будем и дальше продолжать работать, потому что вот этот тандем, он сложился. Уже. А почему тогда вы там все закрыли и перешли открыть, как это сказать? А я думаю, что это судьба. Судьба? Квартиру, которую мы снимали 10 лет, мне до Нового года, перед самым Новым годом, позвонил хозяин квартир, то есть это было 2 квартиры на одной площадке, и предупредил, что 1 апреля он перестает сдавать эти квартиры и будет использовать их для себя и своей семьи. Предупреждает меня заранее, потому что он знает, что у меня есть бизнес, и я должна к этому подготовиться. В Ростове? Для меня это было, если честно, так мягко сказать, таким шоком просто, потому что именно в тот момент я никак не была готова, что вот мне это сделать нужно будет. Все налажить, налажено, закончился ковид, наоборот, все стало воскресать, и здесь на тебя съезжай, да? Главное, было еще где-то, может быть, год проработать спокойно в квартирах, а потом уже что-то, ну, задумываться о том, чтобы можно было... Просто подстегнул, подтолкнул, двигаться вперед. Блин, жалко, что нельзя сесть, мы бы вот могли сидячие, быть такие... Ты же сказала, что мы будем темные. Алёна, скажите, пожалуйста, вы давно вообще работаете парикмахером в Испании? В Испании работаю полтора года. Полтора года. А на ваш взгляд, вообще легко найти работу парикмахеру в Испании? Мне было трудно, пока вот я не нашла Юлю. А почему трудно? Вы, как бы, как это сказать, у вас мало было наших русских подруг, или почему, или у вас не было права на работу, как бы, какая причина? Просто говорят, что все, кто работает со сферой красоты, работают в Испании, просто завались. Ну, мы, наверное, сначала пытались внедриться в испанскую среду, дружиться с испанцами, но у нас не получилось. Не получилось, да? Вот, нашли Юлю, и вот тогда у нас... Вы хотели просто сразу зайти на испанский рынок, но не вышло, да? Да, не вышло. Хорошо. Поняли, что нам с ними вообще очень трудно, они совсем другие, и поняли, что нам даже не хочется так. А скажите, пожалуйста, вот как называется это окрашивание, сколько оно стоит? Это мелкое мелирование, мелирование вместе с укладкой 200 евро. 200 евро. Ну, шикарно получилось, очень красиво. Ну, там уход, там тонирование, там много что в это мелирование входит. Вам очень идет. Спасибо вам за ответ. Вы столкнулись с новой реальностью, что необходимо искать себе помещение. Как это происходило? Быстро это получилось или нет? Вообще, вот это помещение, которое сейчас находится, я нашла чисто случайно в последний момент, когда я уже была просто в отчаянном положении, потому что за этот месяц я задействовала все агентства недвижимости своим запросом, потому что здесь, ну, все знают, что есть такой салон, да, что какие у меня были запросы. И я также рассматривала под салон, чтобы продолжать оставлять его вот такого закрытого типа, и бунгало, и виллы, и пентхаусы. То есть, ну, ничего в тот момент здесь на побережье не было, чтобы была такая возможность сделать этот салон и переехать в него. То есть, либо не было паркинга, либо это была аренда только на 5 лет. Вкладываться в ремонт при переезде с таким коротким сроком смысла нет. Либо площадь не позволяла, то есть, чтобы сделать именно вот такой салон, который тебе нужен. Либо это помещение было сырое. А здесь в Испании, вы знаете, наши проблемы. То есть, если ты заходишь в помещение, есть там сырость, нужно разворачиваться и уходить. Причем сразу, да. Потому что бежать просто. И таких помещений много. Вот. И потом уже, когда я даже иммобилярием, агентством недвижимости предлагала 30% скидки постоянно, если они мне что-нибудь найдут. Но ничего не было. Никто не помог, да. И просто приезжая здесь по дороге, случайно, вот это помещение было селкило, то есть, сдается с телефоном. Я туда позвонила. Там очень добрые, доброжелательные испанки тетушки. Две были они, две хозяйки. Я посмотрела это помещение. Конечно, оно было в жутком просто состоящее. Дни. То есть, оно давно простаивало уже, да? Здесь раньше был ресторан, пиццерия. Я его знала, я хотела кушать туда. Но после ресторана оно должно быть очень убитым. Очень, очень. Мы выкладывали в сторис фотографии до и после, когда первый раз мы с моим мужем зашли посмотреть, да, то есть, у меня было такое желание согнуться. Наверное, те, кто снимал это помещение, они уезжали в каком-то таком рассерженном очень состоянии, потому что оно было специально разрушено. Из потолков была выдрана вентиляция, а какие-то стены, декорации, которые были в этом салоне, в этой пиццерии, они были в дырах такие, как бы специально так сделаны эти дыры. Ну, то есть. А сколько стоила аренда такого помещения? Если, например, взять именно по нашей зоне, в которой мы находимся, побережье. Нет, вот это конкретно сколько стоила аренда? Полторы тысячи. Полторы тысячи. А как-то ремонт вам за счет аренды засчитывался, не засчитывался? То есть, либо вы его взяли и делаете с ним, что ходите? Один месяц. Один месяц. Один месяц. И за какой период вы все доделали? У вас здесь все белоснежное, все красивое за два месяца? Да, два месяца. Наши люди делали ремонт? Да. Да, поэтому за два месяца ее успели, да? Елена, вы тоже работаете у Юли парикмахером. Да. Основная ваша деятельность? Вы стрижете, либо вы красите волосы? Ну, я как бы истригую, и крашу, я колориста, и еще как бы я занимаюсь восстановлением волос. У нас есть трехэтапная система восстановления волос, хохонико, которая разработана японцами, как бы, и там только натуральные компоненты, которые восстанавливают волосы изнутри. То есть это вот, например, блонд, вот этот весь всегда пострадавший, да? Конечно, да. Это все можно восстановить? Конечно. Если это блонд, то процедура проводится два раза в месяц, один раз в две недели. Если это для поддержания, можно ее делать раз в месяц. И сколько стоит такая процедура? От 50 евро. От 50 евро в зависимости, какая длина и высота волос. И как часто ее нужно повторять? Ну, для поддержания раз в месяц это будет идеально. Если волосы пористые, осветленные, то один раз в две недели. Вы колорист. С какой маркой косметики вы работаете для окрашивания? Тоже есть. Хохонико есть. Японская окраска. Это тоже хохонико. А вы в Испании давно работаете парикмахером? Нет, недавно. Недавно, да? Недавно, да. Ну и как вам? Ну, пока еще не поняла, но нормально. Но в целом нравится? В целом нравится, да. А на ваш взгляд, где больше развито, как сказать, понимание уходов, понимание качественного окрашивания? Здесь, в Испании или все-таки в наших странах? Ну, вы знаете, в наших странах, да, более-более развито. Но я думаю, что это можно привить и испанцам, показывая свое качество работы и показывая правильный продукт, который будет работать. Спасибо вам за ответ. Спасибо вам. Скажите, Юлия, для того, чтобы создать, открыть такой салон, да, во-первых, с юридической точки зрения, у вас что, индивидуальный предприниматель, либо у вас общество с ограниченной ответственностью, какая у вас форма? С того момента, когда я стала подбирать себе команду и сняла квартиру для того, чтобы сделать ее салоном, я оформила, как автонома, называется здесь, индивидуальное предпринимательство. У меня был хистор, бухгалтер, которая сделала лицензию, помогла мне сделать лицензию. А трудно сделать лицензию? Тогда это было легче, сейчас это гораздо сложнее и гораздо дороже. А сколько сейчас стоит лицензия? Лицензия имеется в виду вообще на весь салон, на все сферы, либо нужно под какую-то определенную делать, там, если есть косметолог. Оформление было для меня сюрпризом, что мне нужен архитектор, что этот архитектор должен готовить все лицензии, которые необходимы, что я должна купить столько страховок. И остальные все нюансы, которые стали выплывать, исходя уже из вот этого процесса оформления. То есть очень много было сюрпризов. И если бы неудача, которая как бы вот нас оберегает по сегодняшний день, спасибо всевышним силам, то, имея такой салон, вложившись в него, я бы сейчас не могла работать. Почему? Потому что у меня не было бы ни воды, ни электричества. Я не знаю, куда бы пошла бы моя команда. Наверное, где-то они уже нашли бы себе какое-то рабочее место. А я бы сидела вот в этом салоне одна и ждала, когда решится моя проблема. То есть здесь было еще все отключено, помимо того, что все разрушено, еще все отключено. Да, да. И по законам Испании моя ситуация такая, что могут это все подключить при наличии оригинала лицензии, а местные власти эту лицензию делать могут год. И это нормально. То есть когда ты подаешь на лицензию, тебе дают такой, так называемый, солиститут. Поэтому солиституту ты можешь делать все, продолжать свой процесс оформления без проблем. Так как в нашем случае были на этом помещении большие долги за электричество и за воду. И прежние хозяева умерли и вступили в владение этого помещения новые хозяины. По законам, без оригинала вот этой лицензии, мы не могли и не можем, в принципе, начинать работу. Просто то, что рядом с нами работает сосед, Корноселье, да, нам просто предложили такой вариант, что мы подключимся и к свету, и к электричеству, и будем как бы оплатить ему, ну, его расходы, да, за... То есть такое вообще возможно в Испании, кому-то подключиться, с ним договориться, да? А он в курсе? Конечно. Возможно, это возможно в нашем случае. Я не знаю, насколько это возможно вообще в принципе, да, но мы нашли такой вариант. Значит, вы разобрались со светом, с водой, получили лицензию, да? Сколько вот это все по времени заняло у вас? Учитывая того, что вы быстро нашли выход. По солиституду работать уже можно начинать. Лицензия будет через год, как я и сказала. В принципе, то, что у нас есть уже сейчас, свет и вода, им этот вопрос решили, мы уже работаем, потому что все остальные документы, все уже есть. А какие затраты на архитектора, на лицензию? Вот в нашем случае, если площадь 145 квадратных метров, это было 6000, самое базовое, то, что мы заплатили архитектору. Дальше еще идут проплаты за дополнительные лицензии. Например, если у вас в салоне работает косметолог, и он делает инъекции, у косметолога должно быть, во-первых, с его стороны свой номер у медика, он должен быть зарегистрирован в медную институту, иметь свой номер, состоять там в коллегио, иметь те дипломы, которые дают ему право вот это все иметь. Причем законы в каждых провинциях свои, например, в нашей провинции это нужны такие дипломы, такое обучение здесь, в Европе, да? А в другой провинции они могут быть немного другие. Если врач-косметолог, который может делать инъекции, обучался в Европе и имеет омалогацию, то, что он доктор, да, пройдя весь этот процесс, получив лицензию, я уже оформляю лицензию другую от салона, что я... Оксана же все это было, правильно? Да, да, да. Ну, Оксана здесь уже 6 лет. Второй косметолог, который у нас работает, вот у нее тоже, слава богу, это есть, потому что если, например, вы открываете салон и планируете иметь кабинет косметолога, где будут происходить инъекции, нужен вот весь этот процесс иметь. То есть у вашего косметолога должен быть резиденция с правом на работу, у нее должна быть омалогация, у нее должна быть лицензия, и все, и все, и все. И под них вы уже делаете общие лицензии для салона, правильно? Вот эти общие лицензии, какие-то приблизительно траты? Смотрите, в общем, это все делает архитектор. У него идет по пунктам, то есть лицензия на строительство, лицензия на право работы. Эти лицензии в его эти 6 тысяч не входят? Нет, там уже получается по десяткам. То есть вы платите еще налог за какие-то оформления, вы еще платите аютамента за лицензии, именно, которые аютамента берет сумму за оформление этого. То есть архитектор, аютамента, налоги. Это все выходит где-то в районе от 6 до 10 тысяч, это только архитектору. Здравствуйте, Владимир. Вы приступайте, чтобы вас просто вы как бы по стойке не стояли, вы приступаете к работе, я вас буду спрашивать. Скажите, пожалуйста, как давно вы находитесь в Испании? В Испании уже 3 года. 3 года, да? Вы чемпион Украины, вы финалист мирового конкурса. Чемпионата мира, да, по массажу. Скажите, пожалуйста, как проходят конкурсы по массажу, как их оценивают? Это лежат модели, которые говорят, о, мне хорошо или мне плохо, или мне понравилось, не понравилось. Как это вообще происходит? После того, как я стал чемпионом Украины, меня приглашали на следующий чемпионат и уже судьей, поэтому я знаю не только как участник, но и как сам член жюри, как оценивается, как выбрать из всех хороших мастеров лучшего. И как его выбрать? То есть это все-таки нелегко, потому что есть много специалистов, которые знают то, что делают, умеют работать, красиво умеют, правильно работают, но все-таки из этих специалистов нужно выбрать лучшего. На сегодняшний день у вас большой, красивый, шикарный салон. Скажите, пожалуйста, какие услуги вы предлагаете своим клиентам? В нашем салоне, как я уже говорила, есть услуги косметолога, эстетики. У нас работают три парикмахера, стилиста, колориста. У нас работают три мастера маникюра и педикюра, два массажиста. Как у них с загруженностью? К вам сложно записаться? Либо у вас... Сложно. Сложно, да? Сложно. Это минимум, вот на сегодняшний день, это минимум неделя заранее к любому специалисту. А какая сфера наиболее востребована? Косметолог, массажист, парикмахер? Что вот прям совсем вот... Маникюр и педикюр. Маникюр и педикюр? Потом идет парикмахер, потом идет косметолог, потом идет массаж. А кто сегодня ваши клиенты? Если в закрытом вашем салоне это были только русскоговорящие, то здесь у вас, я так понимаю, уже достаточно большой процент иностранцев? Нет, небольшой процент, потому что для этого, чтобы иностранцы пришли к тебе и доверились к тебе, это нужно время. Сейчас сезон, мы работаем с русскоговорящими в основном, да, и те иностранцы, которые к нам все-таки попадают, они остаются, они приходят второй, третий, четвертый раз. Но для того, чтобы была клиентская база хотя бы на 30% заполненной иностранцами за 2-3 месяца этого не сделаешь. Мы живем за границей. И сама специфика того, что испанцы ходят к испанцам, голландцы стараются ходить к голландцам, да. Но мы же тоже стараемся ходить только к своим и считаем, что наши самые лучшие. Да, это так. Интерес иностранцев очень повышенный к русским специалистам, к русскоговорящим специалистам. Но это не так быстро. Но те, которые приходят, они говорят, а то они замечают, сколько у вас вложено души, что у вас продуман каждый пункт, то, что у вас очень чисто, да. Потому что в испанском салоне иногда, может быть, даже не прибрано, а цены там будут гораздо выше. А что касается цен, у вас, скажем так, какой-то средний уровень цен, у вас высокий. Вот в сравнении с испанцами. Средний, средний, да. Потому что мы стараемся на нашем побережье оставаться конкурентоспособными. Если есть, например, какой-то мастер, есть какой-то кабинет, салон, где работают тоже хорошие специалисты, и там вот такой прайс, мы ставим прайс на 5, на 10 евро, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот ваши мастера, как вам удается их мотивировать, их, скажем так, заинтересовать, чтобы они были вот с вами, вот этот командный дух, чтобы им хотелось вместе развиваться, продвигаться. Чтобы им не хотелось, скажем так, переманить клиентов куда-то к себе и уйти там работать домой. Это все равно будет присутствовать, потому что это сфера такая, от этого не спрячешься, и в какое-то время мастер вырастает из своих штанишек, он имеет право уйти, и клиенты, которые ходили к нему, они имеют право пойти за ним. То есть у нас нет такого рабства, скажем так. Самое главное, что я могу сказать, что для себя какой я вывод сделала, это не брать в команду токсичных сотрудников. Токсичного человека видно сразу, когда вы проводите с ним собеседование, задаете ему вопросы по манере току, как он обсуждает, что он рассказывает, с чего он начинает, на что он реагирует. А собеседование мы проводим постоянно, потому что набор сотрудников у нас идет постоянно. То есть у нас есть база запаса вакансий, и если вдруг в нашем салоне что-то меняется, я предлагаю человеку, который, мастеру, который уже собеседовался, что вот у нас такая ситуация, если у него складывается такая же ситуация, что ему востребовано это место, он уже знает, какое, где и как. Но в основном ваши сотрудники работают у вас по контракту, либо это тоже индивидуальные предприниматели, которые с вами сотрудничают? Индивидуальные предприниматели. Потому что в нашем салоне мы работаем на процентах, то есть мастер получает здесь, на побережье, вот единственный салон, где платится самый большой процент. А вы следите за тем, чтобы ваши мастера продолжали где-то обучаться, развиваться, следите, да? Конечно, это условия. Ну потому что я так понимаю, что вы сама очень много отслеживаете всех тенденций вообще во всей сфере красоты, и, естественно, обращаете внимание... Мы покупаем курсы даже администраторов. Вы сами покупаете курсы. Конечно, конечно. Я заинтересована, чтобы у меня оставался вот этот сервис на высоком уровне, и только я могу его создать, и только я могу обучить своих сотрудников, чтобы они дали мне то, что необходимо. Это вложение, 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 вложение. Здравствуйте, Оксана. Вы тот самый мастер, который с Юлей с самого, можно сказать, начала, да? Вы с ней работали в прошлом салоне, перешли в этот салон. Вы достаточно известный косметолог в нашем регионе. Расскажите нам, пожалуйста, немножко секрета. Что вы делаете с Юлей, чтобы она так прекрасно выглядела? Наши девочки очень часто любят скрывать эти все моменты, а вы нам, пожалуйста, вот расскажите. Я тоже хочу начать с того, что у Юли есть своя природная генетическая красота, которую мне повезло просто поддерживать. Поддержанием мы занимаемся периодически. Раз в полгода. Раз в полгода мы поддерживаем красоту велички, ставим нити и немножечко добавляем филлеров. В те кустоты мы добавляем филлеры. Скажите, то есть нити нужно делать вообще каждый год? Ну, для того, чтобы поддерживать архитектуру лица, чтобы поддерживать ткани в определенном тонусе, то лучше эту процедуру повторять. Вы как косметолог, скажите, пожалуйста, с какого возраста, ну, не то что нужно, да, а вот как бы желательно уже начинать себя чем-то там поддерживать, подкалывать. Ведь все-таки, согласитесь, просто там массажами, кремиками и масками далеко не уедешь, правильно? Да, далеко не уедешь, действительно так, но все-таки это все зависит от генетических особенностей. Например, тот же бутылотоксин можно уже устанавливать с 18 лет. У нас есть волшебные эликсиры, которые используются для поддержания красоты и молодости, удовлетворять любым прихотям вашей кожи. А в чем действие получается? Вот это ампулы вот эти, да, в коробочках, их на себя дома нанес и все, и сразу помолодел? Конечно. Да? А почему они тогда разного цвета? Это степень молодости? И степень молодости, и степень красоты, и желаемые результаты. Если хотим, чтобы наша кожа была более витаминизированной, мы подберем ампулы, которые содержат большое количество витаминов. Если хотим, чтобы кожа была подтянута, мы подберем другие ампулы, и поэтому у нас есть огромный выбор. С ваших слов я поняла, что иметь салон в Испании это достаточно проблематично. Во-первых, это недешево, во-вторых, это очень затратно по времени, по терпению, да, то есть даже какие-то согласования, на это нужно потратить не только время, но и железные нервы. То есть в любом случае, тем, кто планирует открывать салон в Испании, вы можете пожелать только пройти здесь сначала путь мастером где-то в салоне, да, попробовать пожить, привыкнуть ко всему, привыкнуть к этому слову маньяна, да, понять, 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 понять. Нет, привыкнуть к слову маньяна, все понять, и тогда уже действовать, то есть со старта не стоит. Учитывая то, что вы русскоговорящие, живущие в Испании, учитывая то, что вот так, как мы привыкли все на родине, да, вот здесь ничего не будет. Открыли салон и к вам пошли клиенты. Нет, вам нужно будет каждого клиента, опять же таки, русскоговорящего, вот так свой салон приводить, показывать, доказывать, сохранять его, любить его, беречь его и потихонечку набирать вот эту базу. И потом, когда у вас уже это будет база, когда у вас будет имя, когда у вас будет бренд, когда о вас будут знать и иностранные жители тоже, причем я подчеркну, что иностранные, я не говорю, что испанцы, испанцы не пойдут. Ну, может быть, будет у вас, ну, несколько клиентов, у них другое отношение к этому, им нужен свой испанский салон, где они пообщаются, увидят друг друга, поболтают, это же не важно, что им и как сделали. Сама вот эта социальная тусовка, они очень социальные люди, она им нужна. Поэтому те иностранцы, которые к вам когда-то придут, и вы сможете с ними работать, вы сможете удовлетворить их потребности, потому что с ними тоже нужно будет пообщаться на английском, а желательно на их родном языке. Если, например, пришел голландец, то вот в нашем случае у нас работает переводчик, который может общаться на голландском, на бельгийском, на немецком, на английском языках, то есть мы можем это предоставить. Чтобы вот дойти до этой точки, на которой сейчас вот находится наш салон, это просто. Спасибо вам, Юля, за ваши откровенные ответы. Я желаю вашему салону только процветания, щедрых, адекватных клиентов. А вам спасибо, что вы смотрели это видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok